День с толком День с толком Днем устранить его не смогли Дожидались, пока котел остынет Вернуть горячую воду жителям обещают в субботу После обеда Над этим работают почти 30 человек В пресс-службе краевого правительства сообщили Циркуляцию в системе отопления сохранят Из-за хорошей погоды температура в домах не должна упасть Но местные говорят, что батареи уже чуть-чуть теплые С депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко сняли неприкосновенность Такое решение вынесли его коллеги по федеральному парламенту Из-за административного дела Напомним, в июне Герасименко за рулем своего Лексуса Сбил мотоциклиста в Москве После этого он якобы покинул место ДТП Хотя сам депутат это отрицает И подчеркивает, что у пострадавшего не было серьезных травм Сейчас на депутата заведено административное дело Ему грозит штраф в размере до 25 тысяч рублей Или лишение прав на срок до двух лет Но чтобы дело рассмотрели в суде с Герасименко Нужно было снять депутатскую неприкосновенность Сам он не раз подчеркивал, что не собирается уходить от правосудия И в этом Герасименко поддержали коллеги из парламента Депутат комментарий не дал Его представитель сообщил, что принимает Много звонков, в том числе от СМИ Все беспокоятся за Николая Федоровича Представитель депутата предположил, что лишение неприкосновенности мировременное Но когда статус вернут, не ответил Увеличить оклад, не уменьшая дополнительных выплат Такую просьбу озвучили представители профсоюзных организаций Краевым законотворцам В АКЗС в форме диалога говорили о зарплатах бюджетников В нехватке кадров в школах и больницах А также о том, что происходит, если проблему решают своими силами Анастасия Дороган продолжит Впервые за долгое время у властей и профсоюзов прямой разговор Лидер краевых организаций Иван Панов не стал тянуть Озвучил общую мысль Увеличивая доклад, нельзя уменьшать доплаты Как и нельзя равнять общий заработок человека под мурот Когда человек работает на две ставки и более Как, например, в культуре И он все равно получает мурот Естественно, мы сталкиваемся с проблемой Дефицитом кадров и там По словам депутата Александра Лазарева Работать некому в первую очередь в медицине Врачи уходят в частные сети В перспективе оставлять кадры Хотят обязательным распределением После выпуска из ЛУЗа А пока уж источают целевые договоры И вовлекают муниципалитеты Они обязуются, значит, или дополнительные стипендии Выплачивать в период обучения Соответствующий подъемный Остался один район, который мы еще не утолкли Утолкем Бийский район, который соглашение не принял В культуре проблемы глубже В каждом районе своя система начисления зарплат Плюс на Алтае не учитывают статус краевых учреждений В краевых государственных учреждениях Часто средняя заработная плата Ниже, чем в муниципальных По городу Барнаул Вот И возникает вопрос Так как миграция Хорошо, чтобы эту тему подняли Вопрос зарплат нужно рассматривать комплексно Подчеркнули в профсоюзе педагогов И напомнили про инфляцию В свою очередь власть пояснила, что размер зарплаты Зависит от налоговых отчислений Это значит в сфере экономики нужно выходить из теневого оборота В конце встречи обе стороны подчеркнули, что обязательно продолжат разговор Анастасия Драган, Илья Халяпин, День с толком Общественники Барнаула подали сразу две заявки на проведение митингов В защиту сквера на площади Сахарова Первую акцию планируют провести 4 ноября в самом сквере А 19 ноября на площади Свободы Общественники надеются, что власти не станут возражать Гречневый бум может начаться в России уже к Новому году Федеральные СМИ сообщили, розничная цена вырастет на 5, а то и на 10 процентов Основная причина не урожай К тому же сейчас фермеры придерживают гречиху и ждут более выгодной цены Стоит ли поддаваться гречневой лихорадке жителям края, узнавала Валентина Аскерова Когда в СМИ прошла информация о том, что гречка подорожает, мне сразу вспомнился 2010 год, когда эта крупа считалась настоящим деликатесом, а цена переваливала даже за 100 рублей Сейчас ее можно купить от 21 рубля, но надолго ли сохранится такая цена, неизвестно Несмотря на соблазнительную цену, гречневого ажиотажа мы не заметили Люди, конечно, покупают крупу, но без фанатизма Пришли за гречкой Где вы узнали о том, что она подорожает? От соседей, от знакомых, как всегда Что они говорят? Они говорят, что подорожает и будут закупаться Но я думаю, все равно, как раньше, мешками не будут закупаться Будете закупаться тоннами, килограммами? Нет, я одна живу, мне некуда Если нет, привезут откуда-нибудь Вольно все в стороне возможно Будете закупаться гречкой? Ну, пока нет Если что, есть макароны Возможно, на макароны кому-то все же придется перейти Алтайские фермеры рассказали, что гречиха подорожает Причин несколько засуха и уменьшение площадей посевов В результате неурожая, если в прошлом году некоторые фермеры собирали 16 центеров с гектара То теперь в два раза меньше, всего 8 Фермеры пользуются неурожаем, придерживают культуру и ждут более выгодной цены Сейчас предлагают какую-то уже цену? Может быть, она слишком низкая? Уже 25 есть, пока мы ждем Да, я думаю, на сегодняшний день, если цена будет зерна в пределах 30 рублей, то нас спокойно она устроит В прошлом году был переизбыток гречихи и фермера Пришлось продавать ее переработчикам по 15 рублей за килограмм В результате весь прошлый год покупателям, можно сказать, везло Килограмм гречки в магазине стоил 30-35 рублей В этом году в связи с неурожаем цена крупы кое-где уже доходит до 50 рублей Но это предел, заверяет директор Союза крестьянских фермерских хозяйств края Александр Вайц К новому году в СМИ пишут, что на 5-10% Ну я не знаю, в СМИ откуда у них такая информация Я не думаю, что новым повысится Я еще раз хотел вернуться, что это зависит от многих факторов Это покупательная способность населения Зачем ему покупать гречку по 50 или какую-то прогнозировать СМИ, что она будет выше подниматься Или купить тоже, не знаю, перловую крупу Взлетит ли ценник практически на самую востребованную крупу И придется ли кому-то менять рацион и переходить на более дешевую Узнаем скоро До Нового года осталось всего пара месяцев Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, День с толком Из-за пожара без крыши над головой остались две семьи Во Власихе 22 октября в частном доме вспыхнул огонь Теперь двум пенсионерам и семье с четырьмя детьми негде зимовать Как можно им помочь, узнаем в нашем сюжете В этой половине дома начался пожар Причины спасатели называют неправильную эксплуатацию печного оборудования Огонь вспыхнул в четвертом часу утра К счастью, всем, кто был внутри, удалось вовремя выйти А это без малого 8 человек А вот вещи спасти не удалось И дом тоже Мы хотим его снести Нет смысла восстанавливать Дом шлаколитой Опасно выходить, потому что все обваливается Вот видите, даже сейчас там что-то падает Все обваливается И поэтому хотим его снести И где-нибудь дальше построить дом А для этого нужны стройматериалы или деньги Вещами семье помогли Все, во что они одеты, им принесли добрые люди И перезимовать их пустили в теплый дом с тремя комнатами Тоже соседи пострадали, что у них там и крыша, и несущая стена Как бы, ну тоже, если людям есть возможность помочь им Как-то мне просто нечему помочь, я бы, конечно, помогла А вот соседям повезло меньше Несмотря на то, что стены их дома остались целыми, пережить зиму им негде Семья Илуниных осталась без крыши После пожара из дома лопатами вытаскивали грязь и воду В доме очень влажность Жить здесь пока невозможно А мы только что ремонт сделали Мы буквально, я говорю, буквально ремонт сделали И в этот же день мы днем ехали Мы поехали просто в магазин Съездили, едем мы между собой Супруга говорит, ну наконец-то мы с долгами рассчитались И все, к зиме приготовились, все вроде бы сделали А вот оно в 4 часа, все, мы все потеряли У нас ничего не осталось И денег нам на эту крышу, у нас его нет Сейчас крыша дома на Шаховской, 58, выглядит вот так Елуниным можно помочь стройматериалами или деньгами Чтобы пенсионерам было где зимовать Дарья Демиллер, Александр Антропов, День с толком Простое, на первый взгляд, расстройство кишечника Может вызвать фатальные последствия В крае увеличилось число детей Которые попадают в реанимацию с тяжелыми осложнениями После неправильного лечения За их жизнь борются врачи нефрологического отделения Краевого центра охраны материнства и детства Почему больных с серьезными осложнениями стало больше И как этого избежать, узнавала Евгения Даровская А врачам бывает страшно? Бывает А чем в этом случае все могло бы закончиться? Могло бы закончиться летально, к сожалению Катя 4, но за свою маленькую жизнь Она прошла совсем не детский путь Лицо Кати мы вам не покажем Забегая вперед, в ее случае почти все обошлось И сегодня она много улыбается А было? Где-то месяца два она точно была у меня в реанимации Была кома, отек мозга А началось все, казалось, безобидно Диарея, рвота, день, два Педиатр районной больницы решила, что режутся зубы А потом жизнь ребенка пришлось спасать Осложнение отказывали почки Скорая, угроза жизни И можно было бы списать на стечение обстоятельств И частный случай, если бы не тенденция Больных с таким осложнением А типичным гемолитико-уримическим синдромом Стало больше Вызывает его токсин кишечной палочки Банальная вирусная инфекция Банальное, то есть нарушение Функциональное нарушение какое-то, то есть пищеварение Может привести к очень плачевным Потому что, к сожалению, оно никак не проявляет в себе болезнь На первом этапе недостаточно, то есть оказание помощи Не всегда профессионально И поэтому мы имеем, что имеем Отделение в Краевое детское – единственное в регионе, где спасают таких больных С начала года их было уже пять со всего края Один мальчик даже из Иркутска заболел на отдыхе в Яровом Сначала думали ОРВИ, в итоге почти два месяца в реанимации Когда счет идет на часы, детей доставляют даже вертолетом Каждая упущенная минута может привести к необратимым последствиям Вызывать тяжелые поражения, в частности почек Системы свертывающей крови и поражение головного мозга И если вовремя не начать диализ За год в этом такого рода единственном отделении в Крае Их делают больше 500 Процесс может перейти в хроническую стадию В случае с Катей так и произошло Через год – рецидив Я буду держать Катерину хорошо Больные редко выживают Даже при оказании То есть, соответственно, у нас просто оказался препарат на данный момент У Кати, да, хроническая почечная недостаточность Артериальная гипертензия Но мы живы Здесь признаются, когда на реанимационной койке малыш Даже врачам, видавшим многое, правда страшно Но вопреки страхам, Катя сегодня улыбается и рисует свое здоровье Евгения Даровская, Алексей Фрезин День с толком В эти выходные все таксисты страны, бомбилы Водители общественного транспорта и просто автолюбители Отметят профессиональный праздник В его честь на автодроме Политеха прошли соревнования по фигурному вождению Какой должна быть змейка и как припарковаться, чтобы все остались живы и здоровы Расскажет Ирина Корчагина Припарковаться как бог, показать свою змейку и не сбить зрителей Лучшие водители университетов и техникумов края собрались на автодроме Политеха Приехали кто на чем смог На механике, автомате Но условия соревнований для всех одинаковые Конечно, сделал бы лучше, безусловно Многое может... ну, со стороны виднее лучше Но так ребята молодцы, справляются с волнением 30 ударов в минуту Волнение ушло вместе с пульсом Одно из самых захватывающих заданий Проехать со стаканом воды на крыше Ксения Юдина сейчас едет в этой машине Воды она пролила немного И, кстати, Ксения единственная девушка в команде У меня красный диплом, как бы автомеханика Они у меня учатся Здесь важно не только фигурно водить, но и быстро справиться с технической неисправностью Например, поменять колесо за несколько секунд Кому-то мешает волнение Паника стоит, неразбериха Ну, какая-то небольшая, есть все равно Всегда присутствует Кстати, именно на таких соревнованиях молодые горячие могут выплеснуть все эмоции Чтобы потом не устраивать вечерние гонки на Ленинском проспекте И демонстрировать свой уровень тестостерона Может быть, и нарушать будут меньше, считают в госавтоинспекции Например, только за последние пару месяцев в Барнауле зафиксировано около 500 случаев Когда водители проигнорировали пешехода на зебре Когда заканчивают автошколу, получают водительское удостоверение Они считают, некоторые водители считают, что они уже опытные И они могут позволить себе не пропустить пешехода, превысить скоростной режим Такие соревнования как раз и призваны, по словам организаторов, поднять культуру вождения А победу сегодня одержали хозяева турнира, студенты политеха Ирина Корчегина, Александр Антропов, День с толком На сегодня это все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания Валар Смотрите нас также на ютюбе, в социальных сетях И, конечно, подписывайтесь До встречи